Девчонки, привет! Привет! Сегодня у меня такое радостное для вас событие, для меня во первую очередь. И для вас, надеюсь, тоже. Это моя организация, моя новая организация косметики, уже в новой квартире. Я вчера получила все эти вот контейнеры из Америки, заказывала с Амазона, с разных сайтов. Кстати, поделюсь этой всей информацией внизу под видео, если вам интересно. И хочу поделиться с вами результатом, которым я так безумно рада. Кстати, привет-привет! Sorry, я еще в халатике. А, и покажу вам, если вам интересно, немного моей спальни. Вот нам вчера повесили шторы, там безумный вид в окно. У нас еще много чего не готово, как вы видите. Это мои лампы для съемок, просто встают в углу, не знаю, куда их ставить. Лампы для тумбочек еще даже не заказаны, потому что никак не могу определиться со стилем, который я хочу. Ну, люстра, как вы видите, тоже супер стильная, потому что у меня тема люстр и ламп, это больная тема. Я где-то между стилями, как и наша квартира, эта вся квартира выполнена в стиле неоклассика, поэтому и со светом тоже трудно, потому что классические там хрустальные здесь не подходят. И я их никогда не любила, я вообще ненавижу хрустальные люстры. Какие-то там супер модерн, хай-тек сюда тоже не идут. И получается где-то вот так вот мы между стилями. Ну ладно, в общем, если будут какие-то идеи по люстрам, дайте знать. У меня вот такой вот комодик, который мы заказывали, это все ручная работа. В общем, это такой индивидуальный объект, где я все задавала, все там в миллиметрах, все какой высоты, ширины должны быть эти полочки для того, чтобы у меня все поместилось. Это моя коллекция активная, скажем так, в пользовании коллекция парфюмерии на данный момент. Если интересно, могу снять о тех новинках и штучках, парфюмчиках, которыми пользуюсь особенно сейчас в теплое время года, которые нравятся. Это такая красивая штучка от Givenchy, я не знаю, она у меня просто поднимает настроение. Так, мой ароматизатор, аромат, от которого я просто-просто с ума схожу. И пока вот мои кисти здесь, но вот там у нас в углу, прямо в углу перед окном, под окном, будет столик, мой бьюти-столик с пуфиком. И там у меня будет, наверное, кисти все на том столике. Пока столика нету, сейчас вам покажу немножко подальше всю комнату. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тумбочки в том же стиле, как и комод. Те лампы уйдут, соответственно. Там у нас живет внизу наш iRobot. Он живет с нами. Здесь его домик. В общем, вот так. И тут в углу у меня будет столик. Здесь шкаф. Не знаю, если видно. Вот это вот спальный шкаф. И там выход на балкон, где штора. И там офис моего любимого. Hello, hello, hello. Так что да, о кистях. Они отсюда уйдут. Они будут на том столике, который сейчас невидимый, несуществующий. И давайте я вам покажу мое богатство, мое хозяйство и мое счастье на данный момент. Понемногу я разгребла все свое, как бы, имеющееся и распределила по категориям. И здесь у меня хранится только то, что у меня в активном пользовании. То, что мне не подходит, не нравится, я решила отдать. У меня идет сразу, уходит в отдельную коробочку на отдать. То, что я получила еще на тестирование и еще тестирую, у меня тоже здесь еще не лежит. То, что я купила, но еще не показала вам, не распаковала и не поделилась мнением, у меня тоже в другом месте лежит. В общем, тут только то, чем я как активно пользуюсь. Здесь я вот разбила так по категориям. Это блески, помады такие полупрозрачные, как помады-бальзамчики, которые я очень люблю. И более такие традиционные помады. Здесь карандаши для губ и вот такие вот как карандаши помады-стики. Отлично. И соседи должны, конечно же, сверлить в этот момент. Здесь у меня коллекция такая более организованная помада. Вот этот Maybelline, просто у меня от Maybelline куча-куча. Мак. Здесь что у нас? Lancôme, шейкеры, Dior, Yves Saint Laurent, Chanel. Ну вот все-все-все-все-все такое. И сзади у меня еще три секции пустые. Как говорится, на вырост. И здесь у меня бальзамы для губ. Это бальзамы просто прозрачные. Это бальзамы с цветом. И вот это исключение из правила. Это кое-какие продукты для губ, которые еще новые, но я хочу протестировать. Почему исключение? Потому что у меня все такие продукты хранятся вот в том шкафу. У меня есть отдельное коробище таких продуктов. Но эти как-то попали сюда, не знаю как. Далее у меня жидкие матовые помады. Разделены по оттенкам. Это красные, бордовые. Это такие разные розовые, фиолетовые и все такое. И такие более спокойные. И это моя коллекция помад Мак, которая хранится в своей отдельной упаковке. Второй шкафчик. Это у меня продукты для глаз. И тут я все... Сейчас вам покажу вот так вот шкафчик целиком. И потом пройдемся по всем категориям. Здесь у меня все для бровей. Вот в этой коробочке. И гели, и воски, и помадки, и тени. В общем, все-все-все. Мне так удобнее, когда оно все в куче. Далее у меня праймеры. Для глаз. И пигменты. Рассыпчатые тени такого типа. Далее маленькие палетки. Далее кремовые базы. Вот такие вот все. Пейнт-поты и все такое. Здесь у меня подводки. Лайнеры. Карандаши для глаз. Туши. Которые на данный момент в активном пользовании. Все, что новое, не открыто, не распечатано. У меня, как я уже говорила, отдельно лежит. Это тени, которые ординарные. Однушки такие. Далее вот эта вот баночка с консилерами у меня никуда не пометилась, кроме этого полочки. Поэтому она будет жить здесь. Это все консилеры у меня. И корректоры, и консилеры, и для высыпаний, и под глаза, и вот такие вот подсвечивающие. В общем, все-все-все на тему консилера у меня в одном месте. И вот здесь осталось такое место для палеточек побольше. Как я говорила, однушки теней тут. Палеточки такие маленькие вот тут. А это большие палетки. И самых любимых, конечно же, теней Мак, которыми в последнее время, не знаю, почему редко пользуюсь. Нейкед очень редко пользуюсь. Вот это вот от Too Faced Chocolate Bar. Очень любимая мной. Опять же Мак. Вот это вот Ларак. Очень любимая мной. Что там сзади? Вот он, Tarte. Тоже очень любимая мной. Сейчас лечу в Америку, хочу себе купить Tarte Bloom или In the Bloom, или как-то так. Давно я хочу заказать. Никак на сайте не знаю, почему заказ не идет. Что здесь еще малютки такие палетки. А, и пустые вот такие вот Z-Panets, куда я собираю все, что мне, ну, такое, как бы, однушки разные из ординарные собираю в палетки. Это второй. И вот третий, это у меня все для лица. И вот здесь у меня была задача не из легких, как упаковать это все на кучу. В общем, я сделала так. Я выделила вот такое вот место для румян. И сюда у меня попали румяна вот более такие узкие, которые помещаются в эти контейнеры. Это что у меня здесь? Мак, Tarte, Bobby Brown, Nars, Benefit, The Balm. Все. И здесь у меня более бюджетные. Это Max Factor, которые мне очень нравятся. Laura Geller, но это Laura, ну, это не бюджетные. Они просто сюда попали. Опять же, Laura Geller 3. Виды они мне очень нравятся, но я о них мало рассказываю, потому что их в наших странах трудно достать. Я сложно заказывала там через три посредника. В общем-то, от Cargo. Тут кое-что от Milani, от NYX. Мои румяна Angel. Я уверена, это Angel. Это самый мой любимый оттенок от NYX. Вы видите, уже даже стеклышко отвалилось. Ему сто лет, но я просто не могу остаться с ним. И мой самый любимый оттенок от Elf. Это Mellow Move, я уверена просто. Это Mellow Move. Всем вам советую. Стоит, не знаю, 3 доллара, наверное, на iHerb. Шикарный оттенок. Просто у меня их уже, наверное, было штуки 3. Здесь сюда попали румяна, которые большие по размеру, которые сюда не вписались. Сюда попали тоже большие по размеру. Это вот эти вот Dior, Chanel, Chanel и вот такой вот кремовый стик. И посерединке у меня здесь жидкие и кремовые разные вот такие вот стики от Yves Saint Laurent. Becash, что здесь еще? Опять же Yves Saint Laurent, Inglot, Tarte, Guerlain. Ну, вот все вот такое жидкое, кремовое. Это все у меня здесь. Далее у нас хайлайтеры, бронзеры и пудры. Сейчас покажу вам из хайлайтеров. Оказывается, у меня очень мало хайлайтеров. Это вообще нет, это просто шиммерный бронзер, который никуда в другое место не попал. Из хайлайтеров у меня реально раз, два, три. И обчелся пару от MAC, пару от The Balm. Мой самый любимый вот этот от The Balm. И все. Это такая даже не хайлайтер, это такая Beauty Powder от MAC, которая так имеет легкое сияние. Это Тени Пупа, которым 100 лет в обед, который мне иногда нравится как хайлайтер. И все. Оказывается, хайлайтер это у меня самая компактная категория. Здесь, конечно же, кремовые хайлайтеры и жидкие. Это уже побольше категория. И кремовый вот такой вот продукт для контурирования. И дальше пошли кремовые контуры. Вот эти вот Chanel, Dior. Вот это вот крем, просто кремовое. Это кремовый, ну как это сказать, компактный, тональный. Кремовый. Ой, не могу отный. В общем, в темном оттенке. Я что хотела сказать, что не обязательно покупать продукт, который предназначен для контурирования или бронзирования. Вы просто можете выбрать пудру или тональный, или что-то вот в этом роде, консилер, который подходит вам по цвету для контурирования или бронзирования, как я сделала в этом случае. И он отлично работает. Кстати, еще вот такой неплохой вариант бюджетный от L'Oréal. Вот хайлайтер здесь вообще никакой, а вот этот продукт для контурирования шикарный. Далее, это у меня просто бронзеры. А, кстати, здесь в конце у меня такие более большие продукты, которые никуда в другое место не вписываются. Это палетки Hourglass, палетки румян, палетки хайлайтера, палетки всего такого тоже в теме лица. Далее, это просто ряд бронзеров. Это вот от MAC, от CELORMAR. Я недавно снимала видео со своими самыми любимыми бронзерами. Большинство из них там были. Потому что те, которые мне не нравятся, я сразу же отдаю, поэтому они сюда не попадают. Benefit Physicians Formula. Что здесь еще? Это Balm. Вот этот вот The Body Shop. Вам рассказывал, о нем шикарный матовый бронзер. Медовый. Dior. Что здесь еще? Art Deco. Этим вообще не пользуюсь, он просто красивый, поэтому мне никак не тянется рука его отдать. Что здесь еще? Rimmel, но он рыжеват, поэтому он уйдет из моей коллекции. На мне он рыжеват. Too Faced. Что здесь еще? Опять же, Laura Geller, но о ней я мало вам рассказываю. Говорила уже, почему. Две палеточки от E.L.F. Хайлайтер большой для тела от Laura Geller, которым очень редко пользуюсь, только летом, когда на какие-то выходы. Вот смотрите, он просто огроменный в два цвета, и его трудно где-то хранить, если честно, поэтому он лежит тут. Здесь уже начинаются пудры, и у меня это три контейнера, я себе разбила так как бы по удобству. Это сияющие, это матовые, и это минеральные. Это хайлайтер красивый от Lancome, который просто там лежит, потому что ему больше негде лежать. И дальше вот тут это пудры тональные, это плотные пудры, которые используются как тональную основу, вместо тонального. И это какие-то еще на тестирование, которые я как бы еще не сформировала свое мнение о них. Они остаются или уходят, или что там будет. Дальше, четвертое, это у меня, как я называю, такая мусорочка. Это все вот такое, разные там клеи, подклейки, реснички. Что здесь такое, стикеры, которые под глаза клеятся для того, чтобы тени не осыпались. Разные штучки для ног, точилки для карандашей, не знаю еще что, коробочки, какие-то тестеры. Лаки, хотя не знаю, я нашла, перешла лет 5 назад и никогда не крашу дома ногти. Но почему-то у меня все-таки какие-то лаки есть, я не знаю почему. Спирт для антисептики разных продуктов. Здесь кое-что, что сейчас тестирую. Это то, что мне идет на отдать, такая как бы корзиночка, которая все, что я понимаю, что... Кстати, вот он бронзер от Rimmel, сразу же уходит туда, чтобы я потом об этом не забыла. В общем, это очень удобно, чтобы иметь такую коробочку, потому что прямо когда ты понимаешь, что этот продукт тебе не подходит, сразу же его положил в коробочку и забыл. Потому что потом, когда ты решаешь, о, кому-то отдать какую-то косметику, ты уже потом не вспомнишь, какие именно продукты у тебя были в этой категории. И дальше это, наверное, одна из самых приятных полок. Так, эта полка у меня была свободная на данный момент, значит, есть куда расти, как говорится. И у меня сюда, как бы здесь поселились новые нераспечатанные покупки декоративной косметики, которые я, как я называю, это мой магазин у себя дома. Тут разные от Kiko, куча просто, Yves Saint Laurent. Здесь бюджетные я накупила для тестирования для вас, от каких-то марок Patrizia Ledo, Diva и еще какие-то марки, в общем, которые у нас представлены бюджетные. Тут какие-то сыворотки, тоники, кремчики еще попали. Вот, как я говорила, уже новые туши туда не попадают, новые туши остаются у меня здесь. Все, что не распечатаны, вот, например, эти три новые туши, они не распечатаны, они у меня живут пока здесь. Что здесь еще? Еще какой-то консилер, хайлайтеры, сыворотки, кремчики, кодали, что здесь еще, не знаю. Пудры, румяна новые, от Clinique куча всего нового, которые я еще даже не успела открыть. Вот, MAC, новинки, Becca, Mary Luminizer. У меня он есть, слава богу, и всех, кто меня знает, я его уже подарила, значит, это будет вам на giveaway. Новые сыворотки, продукты от Lancome, от Clorans. Разные, 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 самые разные. Две палетки Naked Smokes, одна для меня, одна для вас, так что готовьтесь, девчонки. В общем, здесь такая куча новинок, и я не знаю, может быть, какое-то интересное видео снять по типу «Тестируем новинки вместе с вами», и я просто вот загляну в этот шкафчик, наберу кучу отсюда для одного макияжа целого, да, и будем с вами наносить, обговаривать, как сказать, обсуждать, как оно смотрится, как оно наносится, не знаю, пишите, если это интересно, вот просто как бы тестировать новинки впервые на камеру, в первый раз. Мне всегда кажется, что это не очень информативно, потому что за один раз, за первое нанесение ты много чего не поймешь. Поэтому мне как-то кажется, что будет более информативно это поносить, потестировать и так, и так, и с праймерами, и без праймера, и на жаркий день, и на холодный день, и с таким кремом, и с таким кремом, в общем, и припудрить, и не припудрить, и только потом как бы выдать вам, как сказать, все выводы. Но вы пишите, потому что, может быть, мое мнение с вашим не совпадает, а для меня важно, чтобы мои видео были вам интересны, поэтому пишите. И последний, видите, мне тут даже не закрывается, и последний шкафчик, это у меня такие, я его специально делала более высоким, он в два раза выше других, и здесь у меня такие бутылочки, для меня было важно, чтобы мои тональные все стояли вертикально, потому что, когда они вот так вот лежат, там потом не понять, сколько в нем продуктов, все размазано по бутылке, а так у меня все, все понятно. Так, и нас прервали на самом интересном. Это у нас последний шкафчик, как я говорила, я его заказала в два раза выше, чем верхний, именно для того, чтобы у меня помещались все мои бутылочки, я все замеряла, все проверяла, все уточняла, в общем, так, чтобы у меня все идеально помещалось. Поэтому я этим очень рада. Здесь я, это вот, кстати, это вот такие тканевые, не знаю, брезентовые, как их назвать, контейнеры от Икея. Я вам не рассказывала, да, что где. Видите, это из Эпицентра разные такие пластмассовые, Юск, Эпицентр. Это просто коробочки, которые у меня были от других продуктов, которые отлично подошли. Эти все вот акриловые я заказывала с Амазона, разных фирм, разных размеров, чтобы они мне идеально подходили под то, что мне нужно. Тоже внизу поставлю название, ссылки, все такое. В общем, все, что видите, акриловое, это с Амазона или привезено из Америки, когда я была там. Вот это вот картонные, это просто удобные коробочки от разных продуктов, которые мне идеально подошли, поэтому я их оставила. Эти вот, вот эти вот, это вообще контейнеры от яиц, как я вам уже говорила. Вот, опять же, это коробочки от продуктов. Эти из Юска, Эпицентра, уже не помню откуда, по-моему, и там, и там покупала такие. Опять же, акриловые, как я уже говорила, из Америки. Это все вот тоже какие-то с Алиэкспресс, какие-то с Амазона. Поставлю в линке, опять же, и там, и там. Вот эти вот, которые я вам показывала, от яиц смешные, вот под что я их здесь использую. Такие просто удобные разделители, поэтому как бы я к чему, что любая коробочка, которая вам подходит по размерам, по габаритам, вы ее можете использовать, невзирая на то, из-под чего она и под что она была рассчитана. Итак, вот как я разделила здесь, здесь такие удобные компартименты. В этой штучке от Икея вот раз, два, три, четыре маленьких. Один побольше, один огроменный, второй тоже такой средний. Здесь у меня все крема для рук, здесь у меня все SPF крема, здесь у меня тональные, которые сейчас подходят по текстуре, по оттенку, по финишу, по всему такому. Здесь BB крема, BB CC, которые в основном все корейские, наверное. Здесь те, которыми я пользуюсь, но еще вам о них не рассказала и не показала, поэтому эти скоро появятся на YouTube-канале. Этот просто сюда не поместился, это тоже из BB CC, просто ему там места нет. Далее, это вообще просто новые, которые даже я никогда не пробовала. В основном они в коробках все упакованные. В общем, здесь много чего интересного, которые даже у меня руки не дошли. В общем, сначала я про это вам расскажу, потом это буду открывать, тестировать и опять рассказывать. Это же те, которыми я активно пользуюсь, пользовалась, но сейчас не подходит, например, по оттенку или по финишу. Например, это я сортировала немного ранее, когда еще было не так жарко на улице, не так светло. Поэтому это у меня такие летние, более теплые оттенки, более теплые финиши, более матовые финиши. В общем, это у меня такие летние. Сейчас же они немножечко, надо будет перебрать что-то отсюда, добавить сюда. Вот это у меня в активном пользе. Вот это и BB, вот эти вот два первых. Следующие два, как я уже говорила, это то, чем я только начала пользоваться, еще не рассказала. То, чем еще не начала. Это те, которые на данный момент не подходят. И второй такой контейнер я использовала под кушены. Опять же, SPF и только уже пудры, бальзамы для губ. Если здесь только крема SPF, только для лица, для тела у меня в другом месте. Здесь SPF пудры, бальзамы и так далее. Это финишные спреи, разные от MAC, Urban Decay. Разные такие вот финишные спреи. И здесь у меня праймеры. Это праймеры затирки пор. Это праймеры просто для долгостойкости макияжа. Это праймеры, это праймеры какие? Это более такие жирненькие питательные праймеры, более так для зимнего времени. И это сияющие праймеры. Сияторы, я и говорю. Как я их называю, какие-то пробники по тональным. Вот примерно как у меня это все обстоит на данный момент. Надеюсь, что вам это было чем-то интересно, полезно. Пишите мне очень интересно, какие-то ваши советы. Как вы, не знаю, группируете продукты. Как вы разделяете, что используете в качестве вот этих вот контейнеров для хранения. В общем, все, что может быть полезно всем. Пишите внизу. Давайте будем все делиться полезной информацией. Все, девчонки, пока. Пока-пока. Сейчас, может, переоденусь и возьму снимать другое интересное видео. Но уже не в таком виде. Все. До встречи. Пока.